44 Куб, все грани которого окрашены, распилен на 1000 кубиков одинакового размера, которые затем тщательно перемешали. Найдите вероятность того, что извлеченный наугад кубик будет иметь ровно две окрашенные стороны. Эта задача с кубиками довольно сложная для понимания. Я расскажу, как начать действовать, и по этому клише можно решать все остальные задачи с кубиками. Давайте мы с вами нарисуем кубик. Как-то так мы построили кубик, и теперь давайте начинать с этим кубиком разбираться. У любого кубика есть 8 вершин. Кто забыл 5 класс, я напомню. Вверху смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 вершин. Для чего нам нужны вершины? Мы сейчас посмотрим с вами, сколько у нас кубиков с тремя окрашенных гранями. Ну, естественно, все то, что лежит вот тут в углу, да, оно будет трижды окрашено. Ну, вы можете взять любую коробочку, посмотреть на нее, и вы увидите, что ровно три грани, вот тут вот в углу вершины, будет окрашено. Итак, 8 вершин, соответственно, 8 кубиков с тремя гранями. Ну, дальше давайте смотреть. Между этими двумя кубиками располагается еще 8 кубиков. Почему я говорю о 10 кубиков по грани, да, по ребру? Значит, всего 1000 кубиков. Понятно, каким образом получилось. 10 умножили на 10, умножили на 10. Это будет наше объем. То есть, все измерения кубика, длина, ширина, высота, это будет по 10. Значит, итак, вершина 8. Между вершиной у нас находится 8 штук. А теперь давайте мы с вами посчитаем ребра. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Итак, 12 ребер. Значит, вот эти 12 ребер, мы же вершины выкинули, значит, мы умножаем на те 8, которые лежат между вершинами. 8 умножить на 12. И получаем 96. А вот теперь давайте посмотрим переднюю грань. Для того, чтобы было лучше, я выкину, например, фломастер другого цвета. Итак, мы с вами выкинули вот эти угловые, окрашенные в три цвета кубики. И выкинули те кубики, которые лежат по ребрам. Что осталось? А осталась у нас внутренняя часть, которая окрашена один раз. Так у нее восемь и так у нее восемь. То есть, на одной грани у нас 64 штуки. А всего граней, верхняя, нижняя, задняя, передняя и две боковые. Шесть штук. Шесть граней. Значит, шесть умножаем, чтобы найти внутреннюю часть, понятно, что надо восемь умножить на восемь. То есть, шестьдесят четыре. Триста восемьдесят четыре кубика. Значит, чтобы найти... Значит, вот это у нас две грани окрашены, а вот это одна грань окрашена. Значит, для того, чтобы найти количество неокрашенных, мы от тысячи отнимаем восемь, отнимаем девяносто шесть и отнимаем триста восемьдесят четыре. Вот эти кубики у нас с вами будут неокрашены. Их пятьсот двенадцать. И дальше, как бы ни стояла задача у нас с вами, она может быть встречаться по-разному. Может быть, найти вероятность, что выбранный кубик не окрашен. Может быть, что две грани. Может быть, что три грани. Может быть, не более двух граней. Факт тот, что вот эта база, на неё опирается всё. Значит, ну, наш вопрос. Нам нужно ровно две окрашенные грани. Две окрашенные грани. Это то, что у нас мы посчитали девяносто шесть штук. И мы берём девяносто шесть из тысячи. Ноль целых девяносто шесть тысячных. Значит, вот так решаются подобные задачи. Задача встречается довольно часто в всяких срезах. Спасибо.